Наверняка вы знаете, что есть машины со сложной судьбой. То ли при создании все идет через пень-колоду, то ли владельцы сталкиваются с массой проблем. Вот этот автомобиль как раз из таких сложных. Tesla Roadster впервые был представлен публике в 2006 году как пилотный проект будущего инновационного электромобиля, который перевернет мир. Roadster был построен на базе модели Lotus Alice, от которой, по сути, остался только кузов и ходовая часть. Серийный выпуск Roadster начался в 2008 году и продолжался до 2012. Всего было собрано почти 2600 штук и каждая стоила порядка 110 тысяч долларов. Электромотор мощностью 185 киловатт приводил в движение задние колеса и позволял разгоняться до 100 километров в час менее чем за 4 секунды. Запас хода составлял 390 километров, что даже по нынешним меркам очень впечатляет. Некоторым владельцам этой престижной игрушки везло. Их машины работали без проблем. Ну а некоторым везло не столь сильно. Вот это как раз из последних. Проблемы преследовали хозяина постоянно. И кончилось с тем, что автомобиль в один прекрасный момент попросту отказался ехать. Вот хозяин решил избавиться от автомобиля, продав его. Новый владелец обратился на фирменный сервис, но и там помочь не смогли. Попытки реанимировать машину привели только к тому, что был выявлен дефектный модуль в системе управления. А заменить его оказалось нечем. Выпуск Roadster к тому моменту был уже давно прекращен и запчастей такого типа попросту не было в наличии. Ни за какие деньги. Автомобиль высаживал заряд батареи. Отключить режим зажигания никак не получалось. В таком состоянии Tesla Roadster и попал в Украину. Генеральный директор Auto Enterprise Дмитрий Никонов решил, что такой автомобиль необходимо реанимировать. И поначалу все шло достаточно неплохо. Умельцы выявили дефект и устранили причину постоянного разряда батареи. После этого, применив фирменное диагностическое ПО, они разобрались с имеющимися ошибками в памяти бортового компа. Но машина так и не поехала. Аккумулятор заряжен. Ошибок нет. Все цепи в порядке. Но к мотору мощность от батареи не передается. Не смогли победить эту проблему ни представители Теслы, ни народные умельцы, наловчившиеся разблокировать любую модель Теслы. Так что, если вдруг кто-то чувствует в себе силы разобраться с проблемой, добро пожаловать в компанию Auto Enterprise. Ваши усилия будут по достоинству оценены. Ну а если такой умелец не найдется, то проблему придется решать инженером компании Auto Enterprise. Займет это немало времени, но усилие от того стоит. Такой Roadster должен ездить.